Привет друзья, люди или попугаи. Я когда-то был в Италии и дружил с Падро Элиджио. Падро Элиджио нас возил в Изи туда-сюда, он организовал систему Мондо Икс, тайная жизнь. Это были общины, где подростки лечились от наркомании без лекарств. И вот интересно. Я ему тогда рассказал такой случай, я где-то читал, что попугаи обучаются таким образом говорить, что их закрывают от всей информации, и там им говорят какие-то слова, и они не имеют возможности анализировать, то есть нет конкурирующих сигналов. Они быстро научаются их повторять. Но я не знаю правда это или нет, но мысль моя такая. Сегодня миром пытаются управлять и устанавливать новый мировой порядок владельцы информационных платформ. Они те, которые первые поняли, что информация это самое главное, они даже стали выше тех банков, которые оторвались от натурального капитализма и капитала, которые вообще ничего не производят. Эти банки слились теперь с этими информационными владельцами, и они создают новый мировой порядок. Ну вот это все, вот это вот все, вот это все. Вот чтобы нас контролировать, да. Поэтому если раньше был такой лозунг очень такой интересный, который вы все помните, пролетарии всех стран, соединяйтесь, то я говорю сегодня, люди всех стран, соединяйтесь. Homo sapiens победит искусственный интеллект. Разум человек все равно победит. Это как феникс из пепла. Потому что раз появилась жизнь на Земле, значит это имеет какой-то смысл. Но это я так думаю. Потому что творческие люди, гуманисты, они обычно любую ситуацию пытаются привести к таким вот осмысленным формам. Типа есть смысл в этом. Солнце встает, наверное, не случайно. Ну да, все не случайно, конечно. Все взаимосвязано, иначе бы ничего не произошло. А расе произошло и есть, значит имеет смысл. Бытие имеет смысл. И Толстой говорил, что смысл в жизни — продолжение жизни на Земле. Да, поэтому я говорю о том, что Homo sapiens — человек разумный, всегда победит. А попугаев мы любим. Да, мы очень любим их тренировать. Да, но мы не хотим, чтобы попугаев управляли нами. Потому что на самом деле создается сложная подчиненная система. Когда фарисейство начинает тоже, не вникая в смысл, подчиняясь выполнять приказы, таким образом все происходит, что нарушается обратная связь между верхом и низом. Да, и вот вся власть Совета, как говорится, пропадает. Поэтому, чтобы восстановить целостность человека, я придумал ключ, а чтобы восстановить целостность человечество. Национальная идея России — вредера. Национальная идея России — генератор будущего. Откройте и посмотрите, и почитайте. Там много интересного. Как оставаться человеком. Это самое главное. Продолжение следует...